Как справиться с отравляющим чувством бессмысленности жизни своих действий? Ну, я так скажу. Значит, во-первых, у меня есть по этому поводу, я вообще избегаю слова доктор в последнее время, но у доктора Курпатова по этому поводу была всегда шутка. Значит, если вы задумались про смысл жизни, обратитесь к психотерапевту и получите антигиперессанты. Значит, ну, действительно, если у вас все хорошо с точки зрения вашего психического состояния, вы о бессмысленности жизни не думаете. При этом, как только ваше психическое состояние начинает ухудшаться, у вас начинает в голову, как я вам уже сказал, да, представляете, мозг меняет как бы способ функционирования. То есть он вот так функционировал, а теперь он говорит, давай вот по-другому будем функционировать, с меньшим количеством серотонина, допустим, да, который обеспечивает как раз те нейронные связи, которые позволяют нам находиться в тонусе. Вот, и, значит, и раз он все плохо работает, и он начинает генерить депрессивные мысли, которые объясняют это состояние. Вот, и, да, и начинаются мысли про смысл жизни. Это вот как, понимаете, вот, если все хорошо, люди в церковь не ходят. Вот, как только у них что плохо случилось, они бегут за спасением. Вот, почему так происходит? Потому что, как только вы чувствуете дискомфорт, ваш мозг начинает искать всякого разного рода идеи, значит, и в том числе идеи про смысл или бессмысленности жизни. То есть вот, условно говоря, вы 10 лет жили назад, у вас смысл жизни был. Потом еще 10 лет назад смысл пропал, потом вы попринимали антидепрессанты, смысл жизни вернулся, ну, потом вы бросили принимать антидепрессанты, снова что-нибудь натворили, и у вас в том смысле жить. Он что это такое за существо, которое ходит, пропадает, смысл, ходил по улицам, вот, и то придет, то потеряется. Вот, да, поэтому на самом деле, если вы начинаете тягостно переживать чувство, как бы, вот, чувство внутренней, внутренней вот этой тоски, она часто переживается даже как чувство физической боли. Я должен сказать, что вот душевная боль, она, как бы, самая настоящая боль, вот, и кто этого не понимает, просто мало нейрофизиологию читал, потому что душевная боль точно так же активизирует центры мозга, которые отвечают за физическую боль, вот, и это очень тягостное, конечно, состояние, и это повод для обращения за психотерапевтической помощью, вот. Вот, депрессии, к сожалению, не лечатся по щелчку, вот, они имеют биохимическую природу, то есть, вот, если мы говорим, например, про тревожные расстройства, то там в большей степени такая нейрофизиологическая природа, просто нейрончики так сцепились, чтобы генерить тревогу, условно говоря. А вот депрессия, потому что тревога эволюционно важна. Депрессия, это эволюционно, кто бы к эволюции сидел бы, а может, ему еще депрессию добавить для полноты картины, вот. Тревогу добавить хорошо, чтобы он не сидел на паперовну, а то его съест кто-нибудь, да. Вот, поэтому тревога эволюционно полезная вещь, вот, поэтому это за счет этого. А вот депрессия наступает, когда у нас истощаются, как бы, те ресурсы нервных клеток в выработке нейромедиаторов, которые обеспечивают обмен, как бы, так сказать, нейронными импульсами между друг дружкой, вот, и при тяжелой депрессии лечение антидепрессантами является, ну, я честно скажу, обязательно, вот. Вот, что не отменяет то, что вы можете, как бы, использовать психотерапевтические техники, которые уменьшают, как бы, вот, деструктивность работы вашего собственного мозга в состоянии, у меня есть книжка, называется «Средство депрессии», или как она, скажи, депрессии нет, вот, она как раз про что? Она про то, как справляться с помощью психотерапевтических техник, что не отменяет антидепрессант.